В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонанс на судебных делах, чрезвычайных происшествиях, ведомственных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. 52 года лишения свободы на четверых и 6,5 миллионов рублей компенсации морального ущерба. Такое наказание суд назначил убийцам жены начальника Отрадинской полиции. Однако адвокаты преступников еще надеются на смягчение приговора. Из зала Приволжского окружного военного суда Сергей Кизоркин. Приволжский окружной военный суд засчитывал приговор банде грабителей убийц 3 часа. Четверо подсудимых в общей сложности проведут за колючей проволокой более полувека. Криминальная история началась 11 декабря прошлого года. Молодые люди в магазине на улице Победа приметили супружескую пару, которую решили ограбить. Злоумышленники отправились за ними в Смышляевку, где и напали на своих жертв в частном доме. Жестоко избили. А когда узнали, что мужчина, начальник Отрадинской полиции, решили убить супругов топором. От полученных травм женщина погибла, а ее мужу удалось выжить. Именно Яранкин нанес удары, рубящие частью топора по голове потерпевшей Вашуркиной Екатерине и потерпевшего Дмитрия Вашуркиной. Именно после того, как Яцуненко обнаружил удостоверение сотрудника полиции в доме с целью скрыть совершение разбойного нападения, им и были нанесены эти удары. Подозреваемых Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристину Чистякову арестовали через несколько дней после преступления. Девушка проходила по делу как соучастница. Суд назначил ей штраф в 50 тысяч рублей. Водитель банды Пермяков проведет в колонии общего режима 5 лет, Яцуненко 10, Елтышев 13. А Яранкин, который наносил удары топором супругам Вашуркиным, отправится за решетку на 24 года. Его адвокат считает наказание слишком суровым. Мы признаем покушение на убийство, как оконченный состав преступления. Разбойное нападение мы хотим исключить в силу того, что он причинен тяжкого вреда здоровью. Я считаю, что он отсутствовал в действии моего подзащитного. Сейчас Дмитрий Вашуркин продолжает нести службу. На вынесение приговора его не было. Преступники заплатят потерпевшему и его родственникам в качестве морального ущерба 6,5 миллионов рублей. Мгновенно выехать по тревоге, выстрелить в цель, захватить преступника. В регионе прошли соревнования сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии. В профмастерстве состязались 14 команд. Преодолеть препятствия, оцепить помещение сотрудники Росгвардии работали в условиях, максимально приближенных к реальности. Помимо практических навыков, участников тестировали на знания законодательства. По мнению жюри, большинство сотрудников показали высокий уровень профподготовки и слаженную работу. Лучшими стали команды из Самары, Тольятти и Отрадного. Две воспитанницы Самарского детского сада, расположенного на улице Мариса Тереза, доставлены в больницу с признаками отравления. Одна девочка находилась в реанимации, затем ее перевели в общую палату. Другая чувствует себя удовлетворительно. Региональный следственный комитет начал проверку. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники детского сада. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В следствии поступили данные о том, что, возможно, дети могли отравиться какими-то медикаментозными средствами. Данная версия также будет проверена. Следствие не исключает, что дети получили отравление, в том числе и пищевое, после того, как они могли позавтракать как в детском саду, так и до детского сада, находясь либо дома, либо по дороге в детский сад. В любом случае, все из версий будут изучены следствием. Дана оценка по результатам получения экспертиз. И в последующем уже можно будет говорить о конкретных подозреваемых. В выходные в Самаре загорелась свалка напротив кладбища Рубежное. Пожар на камеру сняли очевидцы. Площадь возгорания составила примерно тысячу квадратных метров. Предположительно, мусор сюда свозили незаконно и сбрасывали в карьер. Рассмотрение дела о признании банкротом Геннадия Кулакова перенесено. Такое решение принял Самарский областной арбитражный суд. Экс-гендиректор завода «Авиаагрегат» заявил, что оплатил долги перед предприятием. По последним данным, это около 56 миллионов рублей. Но пока платеж не подтвержден. Напомним, на предприятии считают, что эти убытки были нанесены Кулаковым. Он, по версии следствия, продал по заниженной стоимости 17 заводских зданий. Этот факт и лег в основу уголовного дела в отношении топ-менеджера. В 2015 году он был признан виновным. Теперь же суд должен рассмотреть вопрос о признании его банкротом. Предполагается, что точка в деле будет поставлена на следующем заседании. После подтверждения перевода денежных средств, в случае удовлетворения этих требований в полном объеме подтверждения страны кредитора, производство по делу в соответствии с Арбитражным профилактическим кодексом по федеральному закону Министерства и подкротства будет прекращено. Умаслить не удалось. В Самаре заведено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотруднику полиции. Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, в промышленном районе во время проверки были обнаружены нелегальные иммигранты. К одному из стражей правопорядка обратился мужчина, который предложил полицейскому деньги, в обмен на то, что тот не станет привлекать к административной ответственности гражданку одной из соседних республик. Подозреваемого задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В настоящее время отделом дознания отдела полиции номер 2 Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291 со значком 2 Уголовного кодекса РФ покушение на дачу взятки, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. На этом у нас все. Вы смотрели «Соскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова